Друзья, всем привет! С вами снова я, Марк Легобой, и это мой очередной влог. И сегодня я буду рассказывать про мою новую задумку, которую я буду делать. Вот я нарисовал чертежи. В свою группу я уже, Марк Легобой, я уже скидывал. Многие видели эти чертежи, но только так, чуть-чуть. Я сейчас подробно про них расскажу, также покажу мои новые обновки и еще всякие фотографии новых идей и так далее. То есть, влог, думаю, будет интересным. Ну, постройка это будет по черепашкам ниндзя. Я, кстати, делал, уже начал делать постройку по баскетболу, но потом вдруг что-то я передумал. Сейчас я покажу, что выходило. Как-то вот так вот оно выглядело, но мне что-то не очень нравится. Вот по баскетболу наборы мне не очень не нравится, поэтому я думаю, разберу их. Вот всякие там я придумал, как сделать вот такой балкон. То есть, там, с лестницами. Ну, как-то мне что-то не очень понравилось. Я тут и забор начал делать, но что-то как-то не срослось. И я, к сожалению, и делал и видео, и таймлэпс по нему. Но удалил видео, мне оно не понравилось. И сразу начну делать постройку, большую очень, по черепашкам. Значит, чертежи. Здесь будет всего три этажа. Вы можете заметить, тут такие два таких квадрата основных. Это, то есть, две вот такие пластины. То есть, будет постройка моя на двух вот таких больших пластинах. Первое, что я нарисовал по чертежу, это самый первый этаж, то есть, как подвал их. Вот это проходит железная дорога. Она идет две стороны, сюда и сюда. То есть, здесь основная, где будет кататься Shell Riser, то есть, Panzer Opus. И здесь, где будет новый набор. Ракета такая у них из нового сезона черепашек, ниндзя. То есть, здесь будет располагаться та ракета. Думаю, скоро мне ее уже привезут. Вот, я ей сделаю обзор, и она будет участвовать в моей постройке. Значит, дальше что? Здесь идет, это здесь будет, вот я написал, платформа. Что все красиво, все будет трубами, я надеюсь. Как еще сделать вот такую закругленность, я не придумал, так же, как и на платформе. Чтобы повторяли очертания железной дороги. Ну, я как-нибудь придумаю, сделаю тут закругление, стен закругления. Я еще, в принципе, не знаю, как делать. Потому что, если брать такую обычную закругленную деталь, она будет, сейчас я покажу, где это, в каком расстоянии. Она будет, вот как раз она, вот я делаю, вот она вот так будет. То есть, маленькая совсем, и будет угол не такой большой. А я хочу сделать вот такой большой угол. То есть, следовательно, мне надо придумать что-то более поинтереснее, как-то покрасивее, я подумаю. Значит, здесь идет выход в лабораторию Донателло. Здесь написал, здесь его будет оборудование. Здесь будет, как же звали этого, слизня. То есть, сейчас, 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 сейчас. Он тоже был очень большим фанатом черепах, но потом, под воздействием мутагена, он превратился в слизня. И его звали, я уже не помню. Может, вспомню, когда сейчас буду рассказывать. Значит, дальше здесь идет, эта лестница идут, ведут на второй этаж. И здесь идет дальше такой вот арка, вот она. Вот это, кстати, арки. Здесь тоже, вот, вы можете заметить, арку она будет идти. То есть, здесь будет идет сплошняком стена, арка, и опять стена будет идти. Также здесь арка, вот арка. И здесь будет такой проход к главному залу. Следовательно, здесь тоже как-то надо будет делать красиво. Телевизор, где они постоянно сидят, кушают пиццу, смотрят телевизор, играют. Здесь вот эти будут автоматы. Здесь вот их сидение, 4. Телевизор. Здесь будет, где пиццу делают. Здесь будет посередине вода, то есть, канализация. И вот здесь тоже в виде ступенек что-то нужно придумать. Также еще, может, здесь я сделаю перила. Они же как бы в метро жили, на заброшенной станции метро. Поэтому здесь что-нибудь типа перил может придумать можно будет. Так, ну и здесь, когда мы идем по проходу, здесь будет 2 комнаты. Комната, где живет Майки и Рафаэль и Донателло и Леонардо. То есть, здесь будет 2 комнаты. Здесь кровати будут, всякие тумбочки. Придумаем. Здесь на всяких остальных кусочках, которые остаются, я здесь написал трубы. Труба из фрегата, то есть, задние части фрегата. Его двигатели я сделаю сюда. И внутри трубы что-нибудь тоже можно придумать. Всякий выход на второй этаж, к примеру, по лестнице. Или всяких еще можно туда, например, прицепить солдатов клана Фуд. Или кренгов. И здесь тоже будет как декор трубы, чтобы заполняли пространство. Здесь идет выход на второй этаж. То есть, здесь лестница. Выход на второй этаж. Вот тут будет у нас. Вот сразу второй этаж. Вот эти лестницы. Лаборатория, она будет в 2 этажа. Также здесь написал пустота. Поэтому, то есть, вот это все будет тоже занимать 2 этажа. Здесь также будут продолжаться идти трубы. И здесь уже поднимается, здесь уже будет второй этаж. Здесь будет оружейная. И здесь будет кухня. То есть тоже тут будут идти лестницы, здесь будет типа такого балкончика, и вот эти двери, это то есть внизу двери находятся. А здесь будет типа такого балкончика располагаться, так же как и тут, то есть отсюда можно будет видеть, что тут творится. Может здесь будет стоять сплинтер. Но здесь будет кухня с холодильником и мутированным котом, который держит мороженое. И здесь будет оружейное, то есть всякие там будут их оружия, мечи, катаны, всякие такие непонятные. И здесь также будет стена, которую отгораживать будет в лаборатории Донателло, вот эту пустоту и оружейную. Здесь также будет в высшесокоте стена, здесь будет, я просто не нарисовал, так же будет панциропус. Но уже ракету эту видно не будет, потому что она будет уходить в стену, я специально для этого сделал арку. То есть кто меня понимает, молодцы, значит тоже она будет идти по второй этаж. И здесь надо, естественно, будет сделать какой-то выход наверх, но вообще по идее выход наверх будет уходить туда, но его как бы видно не будет. Но я может здесь еще, вот здесь это у меня колонны, чтобы держали, я тут уже все разметил. Может здесь какую-нибудь винтовую лестницу, к примеру, из вот этих деталей, которые я заказал, может и сделаю. У меня таких две детали и еще больше, я сейчас вам покажу обновки. То есть у меня даже таких будет больше дверей. Еще сейчас тоже и про детали, по деталям пройдемся. Дальше третий этаж, следовательно, здесь будет уже идти дорога, остановки всякие, зеленая зона, какой-то дом непонятный, я еще не знаю, не придумал. Здесь будет ехать Шеддер на своем байке, и также здесь будет Карай на своем байке ехать. И может быть куплю еще такой второй набор, здесь будет Фишфейс ехать, или может быть и третий куплю, и там будут всякие солдаты клана Фуд тоже ехать. Также можно здесь еще, а, здесь в принципе можно сделать и пиццерию, и здесь будет вот эта машинка с пиццерией сейчас. Вот она, то есть вот эта машина. И внутри ней в принципе может вот этот докпан сидеть. Ну, еще не знаю, это пока задумка, но первые два этажа, это уже точно они будут, как бы, ну не 100%, но 99%, что у меня, думаю, получится сделать, получится, думаю, красиво. Но, если вы представили, в принципе, перед собой, она будет на таких двух пластинах, то есть достаточно будет большая постройка. И, я думаю, вы не расстраиваетесь, то, что я сломал ту, я сломал ее для того, чтобы сделать еще что-то лучше, я надеюсь, что эта постройка будет гораздо лучше, чем та моя гора. Ну, не знаю еще, кстати, еще вот что. Я не сделал комнату медитирования и комнату с ковром, где располагается дерево. К сожалению, места на нее не хватило, но, в принципе, можно будет сделать, это лего, можно все, что угодно будет делать. Здесь какую-нибудь пристройку или здесь, или вот здесь как раз сделать пристройку, где будет как раз располагаться это дерево. Будет тренировочный такой зал, где будет и ковер, сплинтер там стоять. У меня уже три сплинтера, сейчас я все покажу. Значит, в принципе, пока вот так. Да, и вот, мне кажется, нужно еще будет такими байками закупиться, потому что в мультике их было много. Это не только байк принадлежит Шредеру, но также он еще, на них еще ездят и солдаты клана Фуд, это вообще байк клана Фуд. То есть на нем все злодеи, которые принадлежат клану Фуд, ездят. Также я еще вот скачал сейчас с сайта Flickr некоторые вот такие фотографии. То есть просто для примера, как будут, к примеру, стены идти, может быть, всякие люки, то есть эти мусорные баки. Также вот такие вот постройки, то есть всякие, может, скейт-парк какой-нибудь сделать, трубы располагаются. Но я плагиать не буду, я просто для себя скачал, чтобы посмотреть, как там, что там будет располагаться. То есть как-то вот так, такая постройка. Ну, это, в принципе, может быть, можно сказать, одна из самых больших постройок, которая сейчас есть именно у домашних лего-любителей. И не таких лего-фанатов, ну, я имею в виду лего-дизайнеров, которые делают огромные стадои. Это, конечно, грандиозно просто. Но вот это, я думаю, возможно, самая большая постройка, которую я видел по черепашкам ниндзя. Если вы увидели больше, скиньте в комментарии этого видео или ссылку, или фотографию, если она будет, это видео ВКонтакте находиться. Я тоже посмотрю, может, что-нибудь оттуда, идеи какие-то можно взять. Вот, к примеру, здесь как раз я хотел сделать вот такую лестницу. То есть вот идет эта труба, которая будет располагаться вот здесь вот. И где-то здесь в середине можно будет сделать такой проем, через который можно из этой секции на вторую часть перейти. Дальше тут фотографии тоже всякие накачал. Здесь можно сделать также в тренировочном такие беговые дорожки. Еще очень интересная сделана стена. Тут и Кейси Джонс. И стена очень интересна из сетки. То есть она придает ей вот такое округленное состояние благодаря сетке, которая находится в начинке этих деталей. Следующая. Ну, это, я думаю, у меня скоро будет столько же мини-фигурок. Потому что я большой фанат вообще черепашек ниндзя. Здесь вот тоже интересно идет еще всякие... К примеру, вот этот сзади граффити рисунок тоже так можно сделать. Всякие трубы. Здесь как будто трубу прорвало. Всякие рычаги. То есть откуда можно все заимствовать. Вот лаборатория Донателло. Он здесь как-то оборудует свой посох. Всякие трубы. Тоже механизмы, устройства. То есть все, больше картинки кончились. Ну, как-то вот так все выглядит. И давайте сейчас я перейду к своим обновкам, которые я приобрел для моей постройки. Ну, первая обновка это из лего-магазина. У меня открылся вон лего-магазин. Сейчас это не мир кубиков, к сожалению. Но тоже один из официальных... Неофициальных, просто как мир кубиков. Наподобие их конкурент, мне кажется. Значит, я купил эту железную дорогу только ради вот этой детали. Которая будет находиться вот здесь. То есть разделять железную дорогу на два пути. На которые будет ракета и шелл-райзер, ну, панцер-опус. Ну, и также тут дополнительные рельсы. Тоже, в принципе, и понадобятся. Может быть, когда я буду там и по городу устроить что-нибудь. Тоже, думаю, пригодится. И следующие две обновки. Сейчас. Опа. Я купил два набора. То есть у меня получается уже один. Два. И вот тут вот третий. То есть у меня получается уже три. Тетер-леер атак. То есть здесь это базы, логово черепах. Здесь у меня и три сплинтера. И много уже солдатов фут, по идее. И здесь, естественно, я взял их за детали. То есть я эти наборы собирать не буду. Я их просто на детали. Можем сейчас, в принципе, открыть. Кто там не верит. Кто там, я не знаю. Потому что есть такие люди. Сейчас мы открываем. И просто эти все. Все это пойдет, естественно, на детали для моей постройки. Ну, а в дальнейшем, конечно, пригодится, думаю, и для других самоделок. Сейчас мы открываем. Берем, чтобы не смешались детали с байками. Кстати, я уже бритву... Ой, бритву. Битву байков я уже сделал. Все, на моем главном канале появилась эта битва. Можете голосовать, какой байк выиграет на нем. Так, вот первый. Здесь он 488 деталей. То есть у меня получается, грубо говоря, 900 деталей дополнительных к моей постройке. Все это я перемешаю потом для этого. И также здесь, естественно, много наклеек, которые я хотел заказывать отдельно. Но вот они у меня здесь уже есть. И следующее, где там второй набор. Тоже давайте его разберем. Здесь еще одна порция наклеек. Инструкция в полную сторону. Они мне больше не понадобятся. И вот здесь еще деталей много. То есть вот все детали, в принципе, ну не все, естественно, только часть деталей, которая пойдет для моей постройки. Остальных деталей вот тут много. Которые с других моих постройок. Вот эти детали очень нужны будут. Сырные кусочки. Они будут очень нужны тоже для постройки. Такие детали. Монетки. И вот такие я, наконец-таки, детали использую на кухне. И, естественно, детали, которые должны были пойти на мой проект MicroSquare. Но здесь вот детали и для воды, и всяких труб. Ну, в принципе, ну, естественно, вот тут будут все стены. И наборчик. Где он тут залежался у меня? Вот этот сам приклад. Отсюда, естественно, тоже много деталей пойдет для этой моей постройки. Потому что здесь идут эти трубы основные, они где-то тут лежат. Вот одна, вот еще всякие кусочки. Поэтому всем большое спасибо за просмотр. Ждите новых влогов. Я уже сейчас начну, приступлю собирать первый этаж. То есть подземелье. Боже, что это? Что это за жук у меня? Ужас какой-то. Надо его сейчас убить. Пошутил я. На самом деле, никого не убиваю. Не буду убивать. Ну, все. Всем спасибо большое за просмотр. С вами был я, Марк Крикобой. Подписывайтесь на мой главный канал. И всем пока!